Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На слух очевидно, что высокие частоты имеют очень быстрые транзиенты, по сравнению с другими диапазонами частот, особенно с самыми низкими частотами. Поэтому, чтобы оперировать ими, необходимы довольно короткие атака и релиз. Переходим к низким частотам. Здесь, напротив, нам понадобится более продолжительная атака и релиз. Чтобы уплотнить звучание, обычно большого количества компрессии не требуется. Достаточно лишь несколько децибел. Мы, пропуская важные с художественной точки зрения транзиенты, регулируем время атаки. После компрессии увеличиваем выходной уровень полосы, чтобы не изменился баланс. Продолжение следует... Продолжение следует... Пытаемся настроить компрессию высоких так, чтобы она действовала только на самых громких пиках, смягчая звучание оверхедов. В нашем случае, это будет как раз кстати. Продолжение следует... Продолжение следует... Стереолинк отвечает за то, каким образом компрессор следит за выходным сигналом. Он может реагировать как оба канала независимо, так и на одну из составляющих стереосигнала, мид или сайт. Подробнее об этом вы можете узнать в курсе FabFilter Pro – витамины для сведения и мастеринга, которые можете получить в свободном доступе. Продолжение следует... Давайте сравним, как было до и как стало теперь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многополосная компрессия сильно не вмешивается в динамику звучания, однако делает его чуточку плотнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...